Всем привет! С вами канал eWebDesign, уже полюбившаяся вам рубрика Hands-On. И сегодня, я сразу покажу, сегодня будет ролик про вот этот чехол. Я себе купил на телефон новый чехол, красный, старый. Немножечко пришел в негодность, вот. Но я об этом расскажу еще чуть позже. Начнем с предисловия. Вообще, я рекомендую, если вы пользуетесь айфоном, пользоваться именно эплоскими чехлами, потому что они, блин, они очень крутые. Во-первых, они дополняют филинг, который вы получаете от пользования телефоном. Вот. То есть, грубо говоря, мне так кажется, я не уверен точно, но я скажу, почему я так думаю. Эппл с какого-то момента начали закладывать просто как стандарт де-факто, что если вы пользуетесь айфоном, вы пользуетесь им вот с оригинальным чехлом. Вот почему. Вообще, первый чехол, который я использовал, эплоский оригинальный, был бампер на четвертый айфон. Это было в 2011 году. Вот. Тогда у них были проблемы вот этой вот антенны-гейт, когда вы телефон зажимали, вот эту сторону вы зажимали, вот так вот. И антенна, которая состояла из телефонной рамки, она замыкалась в две секции между собой, и из-за этого пропадал сигнал полностью. Полно роликов в интернете. Если вы еще тогда не родились, можете посмотреть. Вот. Там реально люди, ну, на ролике прям зажимают вот так вот трубку. Я не помню, с какой это было стороны. Может быть, это было с левой стороны, может быть, с правой. Сейчас мне кажется, что с правой, потому что, ну, хват как бы такой природный, именно то, что вы упираетесь на правую сторону. Может быть, это было с левой стороны. Короче говоря, из-за того, что вы своим телом, а тело у нас проводит электрический заряд, и, соответственно, на волны тоже может электромагнитный влиять, на радиоволны, оно замыкало антенну, и сигнал полностью терялся. В тот момент Apple выпустил так называемый бампер. Вот. Это была просто пластмасска, которая вот так вот полностью по рамке телефона полностью закрывал антенную рамку пластмасска и дублировал кнопки. То есть там была качелька вверх-вниз, была кнопка в пауэра, она была вот здесь сверху еще в тот момент, она была не сбоку. Вот. И было отверстие под вот эту качельку включить-выключить звук. Вот. То есть это уже тогда это было, и они рекомендовали пользоваться. То есть это, конечно, абсолютно дерьмовое с точки зрения маркетинга решение, предлагать, чтобы у вас нормально работал телефон, купить к нему какую-то приблуду. Вот. Но они как-то там вывернулись. Ну, вы все знаете, как Apple это обычно делает. Вот. И я, когда покупал телефон, это был июнь 2011 года, то есть он уже вовсю вышел. То есть в сентябре 2011 уже вышел 4S. Вот. Поэтому я, когда покупал четверку, она уже была в ходу, я знал обо всех ее проблемах, я сразу купил бампер. Кстати говоря, они, как потом сказали, уже в более поздних партиях устройств постарались устранить эту проблему. И не на всех трубках вот это можно было сделать. То есть я, когда на своем телефоне зажимал бок, зажимал две антенны, сигнал не терялся. То ли это потому, что российские вышки как-то по-другому, на какой-то другой частоте работают. Ну, это бред, наверное. Ну, короче говоря, у меня это не воспроизводилось, но я все равно взял бампер, потому что уже, ну, как-то я подумал, что почему бы и нет. Во-первых, именно вот эта рамка, которая была по кругу, она была анодирована. То есть она была металлическая, и она, краска была анодированием нанесена, поэтому она стиралась. То есть, грубо говоря, чтобы телефон не выглядел обшарпанно, хотя в этом, наверное, есть какой-то шарм, когда у вас пожухлый такой телефон со всех сторон. Вот. Но я не хотел, я взял, у меня тогда была белая четверка, они, по-моему, только двух видов тогда были, черные и белые, золотых еще не было. Вот. Была белая четверка и черный бампер. Вот. Ну, очень прикольно, классно смотрелось, мне прям нравилось. И я так пользовался. Потом я для пятерки купил чехол. Он уже, по-моему, был не бампером, а он был закрывашкой. Потом для шестерки. И, соответственно, вот шесть, и сейчас у меня все еще до сих пор семь плюс. То есть если его достать сейчас из чехла, то видно, что у него задник нихрена не стеклянный. И, как бы, это одно из единственных отличий семерки от восьмерки. Там, на самом деле, есть и железные отличия, кроме, там, процессора и того, что восьмерка – это первый телефон, который поддерживает суперфаст чардж, там, и вот это все. Но неважно. В общем, и на шестерке, и на семерке я пользовался вот таким стандартным эплоским чехлом кожаным, черным именно. То есть у меня был черный телефон и черный же чехол. Как-то мне это, ну, прикольно было. Вот здесь даже написано то ли хендмейд ледер. Короче, какая-то там кожа, я не знаю, она уже поистрепалась. Конкретно вот этому чехлу я купил сразу с телефоном, и это было в тринадцатом вышел 5DS, в четырнадцатом, в пятнадцатом, в шестнадцатом году это было. Прямо после выхода сразу же семерки, сразу ее купил. Вместе с этим чехлом, прям с Applecom мне заказали. Первый был мой опыт, наверное, заказывания на российском Applecom. Все принесли, все показали, все классно. Вот. Ну и, короче говоря, чехол отживает. Во-первых, он вот так вот вышаркивается на краях, и видно, что тут какая-то пластмасска покрыта кожей. Я надеюсь, это видно на... В кадре. Что это, как это наносится, я не знаю. Я, если честно, думал, что, ну, кожа и кожа. Но, с другой стороны, он же плотный, то есть он, ну, не гнется. Он как такое в использовании-то понятно. Если бы он был просто из бархатной такой кожи, он бы весь в говно превратился за три года. Вот. А так он превратился не полностью в говно. Вот. И здесь внутри вот этот вот бархат приятный. Ну, это все знают, кто пользовался оригинальными Apple-скими имнокожеными чехлами, они офигенские. Хотя у силиконовых тоже внутри есть вот этот бархат. Вот. И, кстати, благодаря нему задник. Если посмотреть, то он, блин, он близок к идеальному. Несмотря на то, что это три года очень жесткого использования телефона, на переднике есть как бы там потертости, всякий бред. Я никогда не клею никаких стекол там, никакой другой фигни на телефон, пленок защитных каких-то. Вот. Только чехол на заднюю крышку. Вот. Он заднюю крышку реально сохраняет в офигенном состоянии. Не знаю, как оно тут на свету играет, не играет. Короче говоря, прям мне очень нравится, как получается. Вот. Кроме всего прочего, почему именно начиная с шестерки я стал рад, что я использую Apple-ские чехлы? Потому что у них камера стала выпуклая, да? Вы все помните этот момент, когда все плевались. И он, когда на столе лежит, я не знаю, тут слышно или нет, он немножечко люфтит. Наверное, слышно, он сильно брякает. Вот. Когда вы его окунаете, так сказать, в чехол, одеваете... Сейчас мы это сделаем. Вот. Когда вы его одеваете в чехол, он становится полностью в потай. И, короче говоря, он не брякает больше на столе. Это как минимум одна причина для того, чтобы купить чехол для iPhone в принципе. Не обязательно Apple-овский, хоть какой-то. Я терпеть не могу чехлы, книжки, там, вот это все. Просто вот чехол, который закрывает задний. С того момента, как здесь... Я не помню, с какого момента. С какого-то момента их стали делать литыми полностью. Наверное. Или это только у Smart Battery. Это у Smart Battery кейсов, а не литые. Да. У меня у Бати на XS тоже, по-моему, вот такой вот он с прорезью этот чехол. Кстати, тоже вот из этой же серии. Обычный Apple-овский кожаный чехол. Вот. Ну и, короче говоря, вот этот черный мне... Почему я понял, что пора? Вот он. Он здесь дал брешь. Вот он тут скололся. Ну, я его в очередной раз уронил. Он, в общем, достаточно неплохо защищает от ударов. Потому что за три года я его уронил 10 тысяч миллионов раз. И вот он здесь треснул. Я понял, что, блин, пора. Тем более, он уже тут затерся. Он был такой раньше шершавый. Сейчас он полностью затерся. При этом все равно достаточно неплохо выглядит. Вот. Тут, конечно, след еще от PopSocket остался от предыдущего. Кстати, этот PopSocket тоже сломался. Он прям треснул, так откололся. Мне его пришлось снять. Вот. Плюс есть же самый первый ролик для вот этой рубрики Hands-On я снимал на телефон. Поэтому я его зажимал в штатив. И PopSocket банально мешался. Я его в тот момент снял. Понял, что, видимо, и чехол я тоже в какой-то момент сменю. А тут вот на этот сделали большую скидку. Он стоил 4 500 или 4 400 каких-то таких денег. Вот. И его оценили до полутора косарей. Вот. Ну, тут все нормально. Продуктов Apple там с номерами, с моделями, со всякой фигней. То есть, он реально не поддельный. Вот. Ну, я просто видел поддельные, как они выглядят. У нас есть много. Это я купил, кстати, это не реклама. Я купил в Мегафоне. Это даже не в каком-нибудь там салоне чехлов точка нет там и всяком таком говне. Нет. Это нормально в Apple-ском магазине. Вот он вот так вот вскрывается. Я его в магазине вскрыл, чтобы посмотреть, какого именно оттенка там красный. Вот. Потому что, опять же, те, которые фейковые чехлы, тут ничего нет, пусто. Те, которые фейковые чехлы, они суперярко красные, а именно натуровские, он вот такой темно-красный. То есть, он вот так он выглядит. Показываю на свет. И внутри, соответственно, он так же выглядит. Вот. Очень круто. Обратите внимание, Product Red я поддерживаю борьбу с таким страшным заболеванием, как Speed. Natural Leather здесь так же написано. Натуральная кожа. Ну вот. И кнопулечки, они так же, как и здесь на черном, они прикольно глянцевые такие. То есть, они не матовые, они именно такие блестящие, как в старых играх, когда ты в квестах. Ты видел общую сцену, и ты сразу видел, какие предметы можно использовать, потому что они чуть-чуть выделяются. То есть, они прям, ну, отдельно стоящие, так сказать. Вот тут тоже кнопочки, они выделяются, и их хочется нажать, видно, что их надо нажать. Вот. Яблочко, оно здесь чуть-чуть вдавленное такое. То есть, такое достаточно стильно, прикольно. Напомню, кстати, что в 11-х айфонах их стали по центру делать, эти яблочки. Вот. Теперь они здесь. Вот. Тут, кроме этого, больше ничего в чехле нет. Здесь есть только инструкция, как его вдевать, что начинать надо с верха и заканчивать низом. Все как в жизни. Вот. Все, больше ничего нет. Здесь ухват, который этот чехол позволяет туда закрепить. То есть, вот он. Не выпадывает оттуда, если его нормально закрепить, вот он держится. Вот. Это прикольно. Можно старый туда закрепить. Смотришь, такой, на упаковке красный, открываешь, а там черное старое говно. В общем, это здорово. Мне понравилось, как выглядит красный чехол. Я давно хотел попробовать что-то из линейки Product Red. Когда вышел восьмой айфон, прям весь красный, я такой думаю, ааа, блин, гениально вообще. Я прям так хотел, так хотел. Потом понял, что а смысл менять с седьмой на восьмой. Вот. А потом уже я женился. И, в принципе, смысл менять телефон сразу отпал. Вот. Вот так выглядит черный телефон в красном чехле спереди. Вот. И вот так он выглядит в нем сзади. То есть, я считаю, офигенно. То есть, он сам красный. Здесь видно, что телефон внутри черный. С белым или с золотым? Ну, с белым, может, тоже бы как-то смотрелся. С золотым точно как-то странно. Вот. И здесь с торца тоже качелька черная. Снизу. Снизу вот он, соответственно, черный. Выглядит более чем офигенно. Я прям доволен. Он заново такой шершавый, объемный. Ощущение сразу же, как будто бы аж целый новый телефон. Это правда круто. Тем более, что я абсолютно честно скажу, я не испытываю никаких дискомфортов по поводу того, что у меня все еще семерка. Ну, то есть, реально. Я не играю там в Асфальт 5, там 6, какой последний вышел. Для всего остального семерки до сих пор более чем достаточно. То есть, вот мы даже с нее делали прогулочный стрим недавно. И, блин, она спокойно его тянет. Вот. То есть, не перезагружается там, не переигрывается и так далее. Очень круто. Просто он реально до сих пор хорошо работает. Поэтому пока не меняю. Я думаю, что когда я буду брать следующий телефон, я опять возьму себе именно продукт-трэдный чехол. Хочется это сделать какой-то такой своей фишечкой. А что касается продукт-трэдных телефонов, конкретно в нынешней линейке 11-й айфон есть красный, а 11-й про его красного нет. Он там есть четырех цветов. И, соответственно, к нему, я так понимаю, есть красный чехол. Поэтому это, опять же, такой вариант для тех, кто хочет быть в продукт-трэдной семье, но не хочет покупать не флагманский телефон. Я вообще не понимаю, зачем покупать 11-й, если есть 11-й про. И, опять же, брать надо 11-й про макс, я считаю. Чем он больше, тем он прикольнее. Вообще, когда попробовал большой телефон, маленьким пользоваться уже вообще не охота. Поэтому я, правда, не понимаю, зачем брать 11-й. Это просто даже и не та экономия, которую, мне кажется, нужно как-то использовать. Ну и, кроме всего прочего, я тут обмолвился, что я до этого использовал попсокет, что мне его пришлось снять, он там сломался и так далее. Вот. У меня есть запасной, он просто черный, опять же. Причем такой нейтральный черный, то есть там без оттенков каких-нибудь там баклажановых и так далее. Он стоил 200 рублей. Вот он уже беспонтовый, просто из магазина тысячи чехлов там и так далее. Вот. И сейчас давайте посмотрим, как он смотрится с красным чехлом. Я в любом случае собирался его наклеить. Почему бы и не сделать это прям во время обзора. Ну вот он так выглядит. То есть он такой черненький, посередине красненького. Наши красненькие, кстати, ничего. Кто-то, я видел, клеит на верхнюю часть, то есть чтобы было удобнее вот ну как-то так его держать. Мне вот с моей конфигурации руки удобно, когда он почти по центру. Я не знаю, насколько я тут идеально смелиметрил. Может быть, не очень идеально. Вот. Но по крайней мере вот в этом положении мне он гораздо удобен. То есть вот. Я уже привык к попсокету. Во-первых, его удобно, ну, удобно, когда стоишь и ждешь в очереди крутить телефон от нервов. Во-вторых, удобно просто держать и не выранивать его. То есть он на полном серьезе, по соображениям безопасности, он реально крутой. Вот. И еще можно, я не знаю, как продемонстрировать. Вот так продемонстрирую. Можно поставить телефон вот так, как телевизор. Что-то на нем смотреть. И, несмотря на то, что я не работаю охранником и ничего особо не смотрю на телефоне. Сам факт того, что его иногда можно вот так вот положить и потом более удобно просто сразу взять. Не вот это вот там пальцами поддевать его со стола, как-то это, а просто вот так. Вот. Это круто. Поэтому пишите в комментариях, какими чехлами вы пользуетесь и почему. Кстати говоря, я же, да. То есть я хотел бы подвести вывод. Почему я считаю, что Apple стали думать о том, что их телефоны будут пользоваться с их чехлами. Во-первых, из-за того, что камера в потай становится с этим чехлом. Во-вторых, потому что реально сохраняется там задник и так далее. И можно менять аксессуары, как-то комбинировать там красный с черным, желтый с черным. Там действительно много разных интересных цветов. Да даже есть там такой цвет у этого, именно у кожаных вариантов. Такой он такой бежевый как-то. У него какой-то есть красивый там цвет, типа практически там мокрый асфальт в Майами по утру. Но там какой-то он типа бежевый или какой-то такой. Вот. И то он супер офигенно смотрится с черным. Это для тех, кто любит светлый вариант, так сказать, на выход. У кого там, они открывают так шкафчик, у них здесь много чехлов, на плечиках висят, как платье. Вот. Можно взять и тот бежевый вариант. Тем более, вот они сейчас пока, пока их действительно дешево продают. Это очень круто. Вот. И невозможно не вспомнить прикладность вот того бампера, о котором я уже сказал, на четвертом айфоне. Без него реально, ну, было мрачнено использование в некотором случае. То же самое с айпэдом. Я когда купил первый свой айпэд, это айпэд 2, у него был вот этот смарт-кавер сразу, который спереди. Он, у него наоборот, никакого задника, только передник. Он передом вот так был закрыт и все. И он еще был такой намагниченный, такой весь удобный. И он складывался в такой треугольничек. И айпэд тоже можно было так ставить, как телевизор. Но в случае с айпэдом, конечно, это более актуально, чем с телефоном. Телефон мы редко ставим, как телевизор, там все равно ничего не увидишь. А на айпэде да. То есть там реально на них что-то можно смотреть, да даже читать. Если вы читаете его как книжку, вы его поставили на стол и листаете просто пальцем. А так он у вас стоит вот так вот и радует. Кстати, в случае с айпэдом, там же тот чехол можно было еще вот так положить. То есть треугольничек расположить под дальним краем, а не под ближним. И он, соответственно, был вот в таком положении. Типа на нем было удобно писать. Я не готов ответить, насколько вообще удобно что-то писать на айпаде. Вот. У меня сейчас у бати айпэд про, который не 12, а который 10,5. Он, блин, он удобный, он классный. Но я всегда говорил, что айпэд это прежде всего про потребление контента. А создание контента это все-таки ноутбук, какой-нибудь лэптоп. Поэтому использовать айпэд. Но я видел, что многие журналисты используют на нем, там что-то пишут как-то и так далее. Подключают какие-то блютузные клавиатуры. Или там подстегивают вот эту тоже эплоскую клавиатуру, которая такая мягонькая, которую неудобно нажимать. Тоже как варианты, в общем. Но я считаю, что фирменные эплоские аксессуары, они как-то добавляют... Вроде ты как бы пользуешься и понимаешь, что вот так, наверное, и задумывали, что этим будут пользоваться. Так оно как-то удобнее. Просто даже если мы будем говорить с вами об эргономике, то вот уже начиная с шестерки... Да, 5S еще был такой достаточно толстый. Начиная с шестерки, они стали такие тонкие, я имею в виду айфоны, что на полном серьезе тебе кажется, что ты сейчас выронишь его и как-то там он куда-то улетит. Он реально стал тонкий. Тонкий до неудобности. То есть одно дело, когда ты что-то делаешь тонким и оно как бы от этого приобретает, как телевизор, да, например, который вы вешаете на стену, и он у вас уже не вот так от стены отстает, а его можно по кронштейну реально близко к стене представить. И это как бы, ну, это удобно и здорово. То, что касается телефонов, такая вот узкий профиль, это не всегда хорошо, им просто становится неудобно пользоваться. Поэтому как бы чехол, он добавляет вот этой вот приятной громоздкости для того, чтобы ты его мог просто крепко держать банально. Еще раз покажу, как это выглядит. Мне очень нравится, я прям сильно доволен покупкой. Вот. И последнее, о чем хочется сказать. Мы вот тут в одном из крайних подкастов разговаривали с Никитой про Smart Battery Case. Я не буду повторяться, я просто приглашаю вас пройти и послушать там. Первые 40 минут подкаста мы разговаривали про новый чехол с батареей, который к 11-м айфонам вышел, с кнопкой камеры. Вот здесь вот он, с правой стороны, там кнопка камеры. Послушайте, это, ну, как бы, мы там тоже о многом об этом поговорили. Это, в принципе, таким продолжением явится для вот этого ролика. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И главное, пишите комментарии вообще, насколько вам нравятся эти обзоры. Что изменить, что добавить, что убавить. Убавить Apple не принимается такой комментарий. Хотя, в принципе, можете написать. Если их будет больше, там, я не знаю, 100, то, наверное, мы об этом задумаемся. Хотя тоже вряд ли. Ладно, всем пока, увидимся, до новых встреч.